Недобор налогов стал по сути хроническим. Когда утверждают бюджет, заявляется одна плановая цифра, но после, как правило, из течения 9 месяцев Кабмин вынужден делать корректировку. На днях в парламенте главный налоговик Замербек Усмонов сообщил, что в этом году складывается такая же картина. План бюджета по поступлению может быть не выполнен аж на 13,5 миллиардов сомов. И такое заявление, соответственно, не осталось без внимания премьер-министра. Накануне, во время заседания Кабмина, он резко раскритиковал главу ГНС. Если вы не исполняете план, значит, работаете не на соответствующем уровне. Прежде чем что-то говорить, надо думать. Фискальным органам совместно с Министерством экономики необходимо в оперативном порядке принять соответствующие меры по выполнению плана бюджета. В начале сентября, отметим, Кабмин внес на рассмотрение Джоорху Кенеша уже проект бюджета на следующий год. И его параметры, надо сказать, неприятно удивили депутатов. Речь, отметим, прежде всего идет о размере дефицита. И он в предстоящем году, судя по прогнозам правительства, достигнет чуть ли не 30 миллиардов сомов. Это почти на 8 миллиардов больше, чем в этом году. Государство должно своевременно выполнять все свои финансовые обязательства. А при таком дефиците есть большие риски. Поэтому, как только к нам поступил проект бюджета, мы сразу же поставили условие уменьшить всеми способами дефицит. Возможно, надо снизить расходы. Правительству надо проанализировать причины, почему падают объемы налоговых и таможенных поступлений, как идет администрирование. Депутаты также рекомендуют провести правительству тотальную оптимизацию всех своих расходов. Например, в бюджете каждого министерства и ведомства ежегодно закладываются немалые средства на всякие служебные нужды. Сотни миллионов закладываются и на такие статьи, как служебные поездки. Я на комитете не зря об этом сказала. На самом деле, есть министерства и ведомства, в которых 60 миллионов закладываются именно по этой статье, 30 миллионов. Достаточно большая сумма. Но эффективность этих поездок, она всегда под вопросом. Никто за них не отчитывается. Мы можем здесь посмотреть. Мы можем посмотреть статью «Прочие приобретения», да, там, те же здания, сооружения, там машины. Ну, то есть, очень много статей, где мы можем провести инвентаризацию. Серьезно сэкономить на расходах депутаты считают можно и нужно при финансировании, например, строительства социальных объектов. Речь, конечно, идет не о том, чтобы сократить бюджетное выделение, а опять же речь об оптимизации. Сегодня, как выясняется, строительство квадратного метра типовой средней школы бюджету обходится почти в 2000 долларов. То есть, дороже, чем строить элитное жилье с пейнтхаусом и подземной парковкой. Или, например, статья о бюджетном кредитовании. По ней также закладываются некоторые деньги. Депутаты считают, необходимость в этом сегодня отпадает. Я вот недавно запросила информацию. Так у нас за все эти годы порядка 140 миллиардов сумм было в виде этих вот бюджетных кредитов в суд выдано. И возвратность там, если я не ошибаюсь, порядка 19 только процентов. То есть, очень многие из этих средств выделены как раз таки из тех кредитов и грантов, которые мы получали на развитие. А что делать с теми предприятиями, которые сегодня уже ликвидированы, обанкротились? За них будем мы, получается, платить? Потому что это были кредитные средства. Кстати, о внешнем долге. Он, скорее всего, также увеличится, поскольку, чтобы обуздать такой раздутый дефицит, придется брать внешнее заимствование. Этот вариант Кабмин и не скрывает. Немалые средства нужно будет отдать на обслуживание уже имеющегося долга. Это порядка 20 миллиардов суммов. Маланс Ачгидов, Бакыт Кушалиев, НТС.